Тем временем Прикамская Федерация Настольного Тенниса провела большой детский турнир. Восемь десятков юных спортсменов состязались в первенстве Пермского края. Каждому из участников не более 10 лет. Все они делают свои первые шаги в спорте. Но чем раньше начать карьеру, тем более успешной она получится, считают специалисты. У нас эксперимент в Пермском крае. В России не проводятся соревнования среди 10-летних детей официальные. Есть турниры, которые проводятся официальные соревнования с 12 лет. Арифметика простая. Чем раньше, тем лучше. То есть в самых маленьком возрасте можно вырваться на первые позиции, только если ты начнешь раньше. Либо если ты очень талантливый. Талантливые спортсмены у нас, конечно же, есть. Чем ближе дело подходило к финалу, тем упорнее становились встречи. В итоге в одиночном разряде победу отпраздновали Анна Коробова и Владимир Выборнов. Среди смешанных пар лучшими стали Валерия Маренко и Алексей Старицын. У мальчиков победил тандем Выборнов-Балыбердин, у девочек – Зырянова-Мариенко. В финале в непростой борьбе они переиграли пару Коробова-Адикова. Хотелось бы первое, но второе – это тоже призовое место и хорошо. Нужно было больше вращать, конечно, и заходить справа, играть. Сейчас к очередному турниру готовятся мастеровитые взрослые спортсмены. В предстоящие выходные состоится второй этап Кубка Пермского края по настольному теннису. Олег Романов, Телевизионная служба новостей.